Меча магия 4 Мада выглядит примерно вот так Это у нас паладин В следующей очереди это рыцарь У которого уже есть 53 единицы силы Затем рейджер Вор, лирик и маг Я уж не буду застрять ваше внимание на моей броне Потому что по классу брони так уже можно определить Что примерно она мне надета Так что давайте посмотрим на наше оружие В таком случае Оружие у меня осталось примерно то же самое Хотя были какие-то изменения Например у этих двух товарищей появилось снова стрелковое оружие Затем некоторые изменения Также коснулись и оружия ближнего боя Но у моего рыцаря Так и остался вроде бы этот золотой топорик А у нашего паладина Появилась новая нагината Которая бьет теперь энергией Но в целом Такая же самая нагината Которая имеет босс попадания к нулевой вообще То есть ее уже имеет смысл В будущем все-таки менять На что-нибудь более приличное Но тем не менее Мы продолжаем Начнем наше приключение Заклинание телепорта Телепортимся за эту стеночку И окажемся в вот таком В небольшом жилом комплексе Что мы здесь забыли? А забыли бы здесь следующее Как вы помните У нас в начале игры было не так уж и много золота То есть не смогли пользоваться услугами Этих учителей Которые здесь жили Но сейчас у нас золота Хоть добавляй 141 тысячи как-никак И вот теперь Все-таки этим золотом Надо бы как-то воспользоваться А начнем пожалуй с этого учителя Который учит на основу Оружейника И как вы понимаете Этот навык увеличит ваш урон По крайней мере я так думаю Так, теперь Давайте мы сейчас Телепортимся в соседний домик Здесь нас живет эксперт По бодибилдингу Который восстановит Ваше здоровье Точнее увеличит Ваше здоровье На единицу За каждый уровень Этот навык будет полезен Для всех персонажей В том числе и для мага Для мага это вообще особенно Потому что как видите Я сейчас уже 11 уровня И у моего мага уже 66 хп То есть достаточно неплохо уже Ну что ж Теперь давайте мы уже Отправимся Скажем на джеду Сейчас получим тогда Новые бафы Плюс 10 к уровню И надо бы сейчас подумать Куда мы тогда отправимся Отправимся бы скорее всего Уже замок доброго короля Замок барлака Там уже точно не были Противники там все-таки Будут достаточно такие Суровые надо сказать Не очень приятные Так что баф плюс 10 к уровню Там все-таки будет достаточно уместен Так ну что ж Теперь давайте мы сейчас Забафаемся Днем Защиты И Днем Вашебства Все теперь мы уже более-менее Готовы к следующему походу Но по крайней мере Мне не устраивает число Магии Которая у меня сейчас имеется Так что давайте мы сейчас Телепортимся обратно Вертига Сейчас мы здесь Подлечимся Теперь мага Ну и теперь давайте вернемся Обратно в Риверсити И там будем восстанавливаться Все мы на месте Использую заклинание Телепорта Теперь это будет Наш новый способ Передвижения Так Все На 8 теперь И вот уже у колодца Как видите Я сэкономил на этом Скажем Минут 16 Если не меньше На всяком случае Заклинать конечно будет Очень приятно Даже именно не в городе Или в подземелье А скажем Даже на улице Потому что Именно там Ваше время Будет достигать Очень и очень быстро Напомню Там все таки За каждый ход Снимается где-то 10 минут Так что Заклинать телепортом Будет достаточно полезно Так Теперь Давайте мы сейчас Потратим нашу магию Скорее всего У него же максимум Да так и есть И надо бы сейчас Потратить как-то 10 единичек Что мне тут стоит За 10 единичек Мне интересно Ну давайте Наколдуем Тогда телепорт Какой-нибудь Так Потратили Восстановили магию Теперь на клирика Давайте Рейнджера И паладина Все Теперь мы уже точно Готовы к походу В замок Ну и теперь Давайте уже Отправляться дальше Ближе всего Замок находится Как раз таки К той самой палатке Откуда мы прибыли В реверсити На лодочке Так что Мы отправляемся Именно туда Итак Ребят Мы уже вернулись Теперь давайте Мы сейчас Используем Заклина телепорта На 9 единичек На север На 8 единичек На восток И вот мы оказались Опять таки На лавовых полях Но по крайней мере Я пришел сюда Не за ними А за этим колодцем Потому что Именно он мне будет давать Достаточно полезный бонус Плюс 50 единиц скорости Это пожалуй Будет единственный колодец В игре Который увеличит Вашу скорость То есть Серьезно ребят Ни в четвертой Ни в пятой части Других колодцев Увеличивающих Вашу скорость Уже не будет Но Разве что Мы могут дать Небольшую прибавку Скорости Постоянно Но во всяком случае Именно здесь Вы получите Такой вот Очень сильный баф Так что я ребят Именно здесь Поставлю новый маяк Маяк от рыцаря Уже пойдет Потому что Именно ему нужна скорость Как никому другому Мне наверное Так будет проще запоминать Поставлю сюда маяк Каждый раз Как только начнем Новый баф Будем сюда возвращаться Потому что С таким бафом Мы сможем Погнать здесь Любое существо В четвертой части В том числе Дьявола И может быть Даже последнего босса Так Телепортимся Пожалуй На пять единичек Вперед Переместились мы Вот сюда В домик орков Уничтожаем Уничтожаем его Вот так Этот навык Полезен Скажем На всяком На всяком случае Продолжаем Телепортироваться Что нас тут требуют Так От нас тут требует Пароль Болт Так Болт Именно Ну что Заходим сюда И вот у нас Выглядит замок Именно вот так Все такое оранжевое Ну точнее Не то чтобы все По крайней мере Пол здесь точно оранжевый Но стены Скорее всего бежевые Здесь имеются Такие разнообразные Трибутики замка В том числе И вот эти все Флаги С гербами Колонны И все такое прочее Может быть даже Какие-нибудь статуи Здесь встретятся И пожалуй Первая такая вот Желая достопримечательность Это сумасшедший шут Он прямо сейчас Стоит перед нами Кидает здесь Свои шары И эти шары Надо сказать Здесь будут Очень опасные Может быть сам по себе Шут здесь и не стреляет Ими По крайней мере Ближнем бою Он будет ими стрелять Причем Надо сказать Очень даже не хило Для славы партии И при ударе У него есть еще шанс То что он будет вас Как-то водить Безумие может быть И скорее всего Он будет вас Так же делать Таким же шутом Как его Иначе я не могу Никак объяснить Как тут их может быть Просто очень много Их тут реально Будет очень много Они здесь будут Основными противниками За исключением стражников А стражников Здесь будет очень много Как только вы будете Уже грабить этот замок Пока что Вам будут встречаться Только такие клоуны Так что здесь написано Не беспокойся Будь счастлив Don't worry Be happy Так Ребят Вот такую фразу Где-то уже слышал Честно не помню Где Скорее всего Из какой-то рекламы Так что Ребят Если вы точно Знаете Откуда это было То напомните Мне об этом Так А вот здесь А здесь То же самое На стуле Разумеется Ничего нету Так что Давайте Отправляться Дальше На этаж Выше На этаж Выше Западной башни Здесь Нас встречает Опять-таки Наш старый знакомый Сумасшедший Шут А здесь Еще одна статуя Или может быть Просто доспехи Какие-то И здесь у нас написано Присты крестьянских симпатий Лучший правитель года 597 Ну скорее всего 597 Это именно Число Обозначающий год Когда была выиграна Награда Но сам по себе Наград представляет Это такие вот доспехи Которые может быть сделали Какие-то там Кузнецы-крестьяне Так идем дальше На этаж выше Это будет уже Последний этаж Этого замка И соответственно Последний этаж Этой башни Открываем дверцу И здесь мы видим Принцессу Роксану Она у нас сидит На этой кровати Ну а под кроватью Скорее всего Сидела какая-то кошка С зелеными глазами Итак Эта принцесса нам предлагает Свой квест Нам нужно будет Как-то вернуть ее Тиару Которую похитили Разбойники в Риверсити По крайней мере Разбойников мы уже Уничтожили Тиара теперь у нас Так что давайте Мы сейчас ее отдадим Получаем из-за этого Какое количество опыта 200 тысяч Очень даже неплохо И очень даже Достаточно много золота И очень много предметов Ну что ж Посмотрим Что это были за предметы Насколько я понимаю Эти вещи абсолютно родомные То есть среди них Могут быть и вещи Из дерева или кожи А могут быть Из кварца Или рубина Так Мне выпал какой-то Серебряный тесак Огненный полуторный меч Затем По броне Броня не очень хорошая По аксессуарам вроде бы ничего нету И Монетка искр Искр сам по себе Не очень сильное заклинание Так что пожалуй Я это заклинание Буду продавать Точнее не то чтобы Это заклинание Но Этот предмет Но я надеюсь Вы меня тогда уже поняли Ну и теперь Давайте уже Вотвращаться обратно К выходу Из этой башни Используя заклинание Тайм Дисторшн Это нас по идее Должно вернуть обратно Ко входу Но посмотрим А это нас Телепортнуло Пожалуй Самую гущу шутов Да Пожалуй Именно здесь Находится Большое скопление Их тут Находится больше всего И Как-то странно Выглядит Эта комната Вы не находите Я надеюсь Вы тоже видите Сейчас эту карту Которая выглядит Несколько Странно По-моему По-моему Это какая-то свастика Если честно Это действительно она Я не ошибаюсь Серьезно Ребят Уж все дело Свастика В Добром замке Я не понимаю Точнее В замке Доброго короля Может быть Хотя Скорее всего Разработчики Решили еще раз Показать То что Добрые на самом-то Делин такие же добрые Как им и не кажется Или как о них Можно подумать Так Здесь еще один шут И Новая статуя На ней написано Славного денька Ну что Спасибо тебе за это А я продолжаю Своё приключение Продолжаем уничтожать На нашем пути шутов Еще один Получаем с них Какие-то перчатки И переходим Подземелье Подземелье Нас уже будут Встречать стражники Они здесь будут Основными противниками Ну сам по себе Стражники Так уж и сильные Их можно спокойно Так уже уничтожать На 10 уровне Ужат Мне конечно же Забафавшись Или может быть Даже с магией Но по крайней мере Они вам не достают Каких-то особых проблем Так что вы их можете Спокойно уничтожать Ну как вы понимаете Это все-таки Подземелье Соответственно Здесь будет очень много Всяких преступников Ну или может быть Каких-то пойманных Монстров Среди них будут Подпадаться И эти шуты И может быть Даже какие-то Драконы Ну мы посмотрим Шутов Может здесь Всех уничтожили Переходим В следующую камеру И здесь у нас Сидят тролли Причем Ледяные тролли В гости Из лединых полей Что находятся На юг Иксина Эти ледяные тролли Обладают Не очень приятной Особенностью То есть Они восстанавливают Все здоровье Уже на следующий раунд Если вы будете Атаковать их В своей не очень Сильной партии То скорее всего Эти тролли Доставят вам Скажем так Очень много проблем Но по крайней мере В стрелковом бою Я их очень быстро Сношу Хотя это может быть Из-за бафов Так что Лучше их разносить Огненной магией Если вы не такой Шесильный Так что здесь Здесь какое-то Кольцо упадает Надеюсь что оно Хотя бы не какое-то Из металла Потому что Как вы знаете Если у кольца Упадает такая вот Характеристика Точнее такой вот параметр То оно вам По сути ничего не дает Кроме как Увеличенной стоимости Но мне здесь Упадает Кольцо лидерства То есть я его Пожалуй дам Нашему клирику Это как-никак Бонус Персоналити То бишь Личности Так ну что ж Переходим дальше В соседнюю камеру И здесь мы увидим Какое-то новое существо То есть ребят Можно сказать Эта серия будет Очень даже Досыщенная И кого бы здесь Только не встретили Из новых И шутов И стражников И троллей И сейчас будет Еще один Противник Ребята Готовьтесь Это Огненный дракон Противник Очень суровый У него достаточно Много здоровья На этот этап Игры Но я по крайней мере Уничтожил Где-то с двух Попаданий Но что самое главное Если у вас будет Не очень много скорости То скорее всего У вас будет уже Дамага Причем Очень даже не хило То есть Он может так вот Скажем Полвить мою партию По здоровью Или может даже Кого-то убить Скорее всего Даже мага Теперь давайте Мы сейчас посетим Вот этот Вот эту бочку Здесь мы получим Десять единичек силы И этот болт Скорее всего Достанется Паладину Ну что ж Даем им Десять единичек силы Открываем эту решеточку Уничтожаем Здесь стражника Ну и пожалуй Все На этом здесь Подземелье кончается Потому что здесь Я точно помню Ничего не будет Бесполезный мустер Один только Так что я Перехожу дальше На следующий этаж Точнее Позвратимся обратно Так Ну пока что На улице у нас день Все замечательно Мы еще успеем Сходить в королевское подземелье Точнее Королевскую сокровищницу Подземель там уже были А вот сокровищницу Ограбить все таки стоит Так что давайте Мы сейчас немножечко Еще произведемся С шутами Продолжаем их избивать И вроде бы все На этом шуты заканчиваются Переходим дальше В трон и зал уже Здесь игра от фанфары И нас здесь Встретит король Король барлак Добрый день Король барлак Даст вам свой квест Это квест По поиску Шестого зеркала Итак Чего это зеркало Отличает от остальных Пяти И за чего Хочет этот король Это зеркало В отличие от других Пяти зеркал Которые расположены На других городах Сина Обладает следующей Особенностью Оно переносное И таким образом Его можно использовать Когда только захочешь Как мы говорили Его слуги Это зеркало Находится где-то В великом вулкане Но мы там уже были Там никого кроме Демонов и дьяволов И собственно говоря Ашангрилы Ничего не было Так что это зеркало Находится в каком-то Другом месте Но в каком Мы еще узнаем Во всяком случае Могу сказать то Что этот квест Будет вашим последним В этой игре Ну и соответственно Когда вы выполните Вы по сути пройдете игру Ну что ж Почитаем теперь Что находится на этих латах Точнее Плашку на ней Это у нас парадные Латы Короля Барлака Приятно знать Здесь у нас написана Книга языков Эта книга нам даст Наук лингвист Насколько я понимаю А этот наук Вам в свою очередь Даст возможность читать Иероглифы То есть какие-то Непонятные Тексты В том числе На статуях Каких-нибудь Древних И даже Свитках Так Вот эта книжечка У нас астрономия Ее стоит дать Скажем Рейджеру Или друиду Друиду у меня нет Так что я это даю Рейджеру И этот навык То есть навык Астрономии Вам дает еще Больше очков Магии Насколько я понимаю Петки Работают Так же Как и Скажем Бодибилдинг То есть единичка На каждый уровень Вашего персонажа Ну по крайней мере Навык астрологии На других персонажей Не распространяется Так что имейте это ввиду Для других персонажей Нужны несколько Другие навыки Так что написано Здесь На этих латах Здесь написано Парадные доспехи Принца Роланда Да кстати Принц Роланда Это брат Короля Барлака Который непорядок Где затерялся Так что его Придется опять-таки Где-то искать Скажу по небольшому Спойлеру То что на этой стороне То есть на облачной Его точно не будет Так Здесь написано Говори помягче Но Прибереги при себе Большой Магический меч Ну что Очень полезный совет Будем ему следовать И Здесь находится Еще один трон Скорее всего Это был трон Принца Роланда Так что Если вы на него сядете То произойдет следующее Вашу честь Поют какие-то песни Дольки странно Трон надо сказать По идее Назад Должны посадить Тюрьму например Хотя я не знаю Зачем он тут стоит Может быть Он вам в будущем Даст какой-то бонус Так что Ребят Если кто знает Что дает этот трон На самом деле Просто напишите мне Об этом Так что Здесь Помни Тот кто много Астрит Иногда может и Порезаться сам Такая острая шутка Может быть Ну ладно Кстати здесь тоже Град вамфары Идем дальше На последний этаж Этого замка И это Королевская спальня Именно здесь Находится королевские Закровища И как только Вы начнете Их грабить Тогда На вас уже Сразу же Высыпется охрана Так что Будьте с ней Поосторожнее Она здесь Действительно Будет очень сильная Может быть Даже посильнее Чем дракон Хотя Может быть Я могу ошибаться Потому что Стражники Здесь будут Не такие уж Сильные По своему Урону Например Но по броне Это да Их поразить Будет очень даже Трудно Так Помни Лишь поменьше И думай Как худой Так В этом ящике У нас находится Очень много золота Неплохие вещи И для нас уже Стражи Упровариваются Стражи Да Кстати Как только Вы начнете Открывать Эти сундуки Снова и снова Стражи Будет присоздаваться Так что Имейте это ввиду То есть Вы можете Например Открыть Один сундук Перебить Стражи В замке Потом вернуться Обратно Открыть Другой сундук Стражи Восторгновиться И вот так Вот можно Получать Опыт Здесь Жалко Что здесь нет Ну скажем Других сундуков Которые бы Бесконечно Взобновляли Эту охрану Ну ладно Переходим дальше Вроде бы Мы тут уже Все посетили Все ограбили Но как вы понимаете Это еще не все Нам придется Теперь сейчас Сражаться С этими Королевскими Стражниками Эти Королевские Стражники Уже В отличие от обычных Будут вас Дамагать Холодом Они физические Так что Будьте с ними Поосторожнее И все таки При битве С ними Имеет смысл Наложить защиту От холода Так кстати Уже стемнело То есть уже Имеет смысл Как-то побыстрее Разбираться С этой охраной Так что Давайте мы сейчас Быстренько Войдем вот сюда К главному строителю Здесь будет Аж три Королевской Стражника И мы получаем С них неплохие вещи Да и кстати С этих стражников Постоянно будут Выпадать какие-то вещи С каждого из них Опять таки Имейте это ввиду И может быть Вам выпадет Что-то действительно Стоящее Итак Это у нас Главный инженер Нашего короля Пока что Он с нами Разговаривать не будет До тех пор Пока вы не приобретете Какое-нибудь здание Ну тот же замок Например Да Все таки В этой игре Придется последить За своим замком Такая особенность Появилась именно Отсюда Именно с четвертой части И сохранилась Даже до седьмой Довольски круто Так разнес Тут всех стражников За три попадания Так А здесь у нас Находится Королевский Советник Этот королевский Советник Расскажет нам Такую небольшую Историю О том как Дружили между собой Король Барлак И Крода Которого могли уже Заметить В заставке Этой игры Но по крайней мере По крайней мере Здесь произошло Нечто очень страшное Это у Крода Как вы понимаете Кто-то похитил И этот кто-то Был придворным магом Короля Барлака Дарзок Дарзок был явно Неравнодушен К этой дружбе Король на него Обращался наверное Куда меньше внимания И вот Дарзок Из-за этой ненависти Из-за этой зависти Скорее всего Похитил Крода Посадил его В свою башню И скорее всего Забрал с собой Шестое зеркало Которое где-то было И может быть Теперь он служит Уже Лорду Ксину Главному Злодею этой игры Можно сказать Ну по крайней мере Этой игры Потому что Пятой части Будет злодей Уже несколько другой Значит так Дарзок запер Крода в своей башне И теперь нам надо Его освобождать Ну в смысле Крода Но сам советик Уже будет с нами Разговаривать Только после того Как мы освободим Этого Крода Так Ну что ж Идем сюда Надо будет сейчас Разобраться С оставшейся частью Стражи А ее здесь Как видите Очень и очень много По сути Это здесь Обычные стражники Розовые такие Но черты Здесь будет Не так уж и много По сути Черты уже Может быть И закончились Так Здесь никого Здесь еще больше Розовых Может быть даже Фиолетовых Немножко ошибаюсь Но по крайней мере Я надеюсь Вы поняли мою идею Ну и все С этим замком Мы уже наконец-то Все закончили Ограбили сокровища Уничтожили всю стражу Ну и вообще Всех кто тут находился За исключением Самого короля Ну и еще Двух его притворных Личностей Так что ребят Можно уже возвращаться Обратно Скажем Вертига На этом я наверное Закончу нашу серию Можно даже Лечиться Так что всем Спасибо за внимание С вами был Сефт Всем пока и удачи До скорых встреч Мечемаги 4 Увидимся в новом приключении